Сегодня на Украине последний день выдвижения кандидатов на пост президента страны. Теперь до 4 апреля претенденты должны зарегистрироваться в Центр избиркоме. А накануне в стране прошел день съездов. На них ведущие партии выбрали своих лидеров, которые 25 мая будут бороться за кресло главы государства. Без сенсации интриг не обошлось. О лидерах президентской гонки на Украине Лилия Попова. Ожидается, что за главный пост в стране будут бороться не менее 20 кандидатов. Но лидеры гонки наметились еще вчера, когда прошли съезды основных политических партий. Батькивщина Юлии Тимошенко выделилась наибольшей масштабностью. Встреча с потенциальными избирателями состоялась под открытым небом на Софийской площади Киева. Тимошенко, изрядно посвежевшая и помолодевшая после лечения в Германии, использовала всю палитру завоевания симпатий. От классики жанра милых объятий с детьми до обещаний счастливого будущего в составе Евросоюза и популистских заявлений о борьбе с коррупцией. Не забыла она и крайне болезненный для новой Украины вопрос – Крым. Я должна вам сейчас очень искренне сказать, я не верю, что власть когда-нибудь сама начнет бороться со своей коррупцией. Просто не верю. Я считаю, что коррупцию власти, которая стала воздухом, которым дышит сегодня украинский народ, надо разрушать и ликвидировать извне. Я ставлю своей целью прекращение оккупации в Крыму. Съезд партии «Удар» оказался сюрпризом. Виталий Кличко, еще вчера заявлявший о своих президентских амбициях и обходивший по популярности Юлию Тимошенко, отправил многих кандидатов в нокаут своим неожиданным заявлением. По мнению Кличко, чтобы иметь максимальный рейтинг, кандидат должен быть единым от всех демократических сил. И имя ему Петр Порошенко – конфетный олигарх и главный спонсор Майдана. Его обещания такие же сладкие, как и продукция его заводов. Наша цель – это новая Украина. Наша цель – жить по-новому. Сформировать Украину таким образом, чтобы на Украине были богатые, свободные и честные жители, которые были бы счастливы тем, что они украинцы и живут в уважаемой всем миром державе. Сам же Виталий Кличко уходить из политики без боя не намерен. Я принял взвешенное решение баллотироваться на пост мэра. Я хочу сделать Киев подлинной европейской столицей. А мы сможем сделать нашу страну подлинной европейской страной. Потому что все реформы, все начинания начинаются со столицы, начинаются с Киева. Партия регионов выдвинула находящегося под домашним арестом экс-губернатора Харьковской области Михаила Добкина. Его первым действием в роли кандидата станет обращение в суд об изменении меры пресечения, чтобы полноценно участвовать в избирательной кампании. Я думаю, что пришло время не на словах, а на деле воплотить в жизнь название нашей партии. Я иду за властью, но эту власть я передам в регионы. Передам столько, сколько будет необходимо для успешного развития территорий. А я знаю, насколько важно иметь на местах полномочий. Не понаслышке, а 8 лет с протянутой рукой, находясь под приемными Министерством финансов и другими большими и важными кабинетами. Изначально кандидатом от партии регионов назывался народный депутат Сергей Тегибко. Известный персонаж украинской политики. На прошлых президентских выборах он занял третье место. Сейчас говорит о намерении идти как самовыдвиженец. Националистическая партия «Свобода» своим кандидатом назвала лидера Олега Тегибока. Того самого, который выступал за введение визового режима с России и чьи соратники недавно устроили самосуд. Над директором украинского канала, который осмелился показать в эфире Владимира Путина. Нам надо сохранить территориальную целостность украинской державы. Нам надо, чтобы наконец-то начался процесс очищения власти. Но пока блогеры и журналисты подсчитывают денежный эквивалент величия самого Тегибока. Вот якобы принадлежащие ему иномарки с непростыми номерами стоимостью в несколько миллионов рублей. А вот дом политика, строящийся на территории заповедника. Предварительные опросы общественного мнения в лидеры гонки выводят миллиардера Порошенко. Предполагается, что основная борьба развернется между им и Юлией Тимошенко. За пост президента намерены бороться и масса самовыдвиженцев, начиная от бывших прокуроров и министров, до Дарта Вейдера, выдвинутого интернет-партией, и главного врача Майдана Ольги Богомолец. Наиболее одиозные фигуры — лидер правого сектора Дмитрий Ярош и националистического движения «Свобода» Тегнибок. В их распоряжении находятся тысячи вооруженных радикалов. Как они отреагируют, если результаты выборов будут не в пользу их предводителей? Опыт силового решения проблем у них уже имеется. И будет ли это действительно свободное волеизъявление народа в областях, где ситуацию контролируют вооруженные молодчики? Да и беглый Виктор Янукович вроде с себя полномочий не слагал. Можно предположить, что часть стран и вовсе не признает эти выборы легитимными. А по мнению экспертов, какими бы ни были результаты, они только усилят раскол в обществе. Потому что лидера, способного объединить и примирить западную и восточную части страны, по-прежнему нет.